Белорусская высшая лига Футболисты Борисовского Батэ в матче первого тура совершили 672 передачи, 85% из которых оказались точными. Для сравнения, игроки Гомеля и Ислыча в своих первых матчах на двоих сделали на 69 пасов меньше, чем чемпион страны. У Ислыча оказалась и достаточно низкая точность передач, всего 62%. В поединке Могилевского Днепра и Столичного Динамо футболисты команд 222 раза вступали в единоборство. В 55% случаев победителями в дуэлях становились минчане. В этом же матче футболисты чаще других вступали в борьбу в воздухе 87 раз. В верховых дуэлях победителями чаще также становились минчане, 52 выигранных единоборств. Брестская Динамо в ничейном матче против Минска нанесло 9 ударов в створ ворот горожан. Причем в первом тайме брещане только два раза вынудили вступить в игру Павла Чесновского. К слову, те же 9 выстрелов в створ ворот, но на троих нанесли Батте, Ислыч и Гомелев. Минска и Брестская Динамо стали лидерами по числу быстрых атак, совершив 24 и 23 молниеносных наступления соответственно. Также за 20 по этому показателю у футболистов Минска и Ислыча. А вот Борисовский Батте в первом матче совершил лишь 11 быстрых наступлений, предпочитая атаковать позиционно. Чемпион страны Минска и Динамо стали лидерами по ключевым передачам, совершив 25 и 24 острых пасса соответственно. 24 ключевые передачи, но на троих, совершили в матчах первого тура Гомель и Ислыч и Днепр. У Могилевской команды по этому показателю и вовсе крайне низкая цифра. Всего 5 пассов, которые выводили партнеров в голевое положение. Субтитры создавал DimaTorzok